всем доброго утра но постараюсь показать вам сегодня не то что как я варю лапшу или макароны это вы уже знаете и видели из других моих видео буду стараться показ такие моменты которые вы еще не видели показывать какие-то трюки которые применяются на кухне ну и так по мелочам свою еду я уже сегодня разогрел отправил и теперь спокойно могу приступить подготовки на следующий день я уже потихонечку варю немного рыбного бульона тут просто коллега один с другого обталина приходил точнее приезжал и у него остались обрезки от лосося вот их я использую для бульона лосось конечно не очень хорошо для бульона ну как говорится на безрыбье и рак рыба этом все лучше чем вода далее у меня по плану стоит приготовить немножко дэми глаз также коллегам не оставил обрезки и лук я подготовил но человек который должен развозить продукты почему-то до сих пор еще не приехал уже времен полдесятого его все нету он приезжал в 6 но уже никого не увидеть здесь уехал вместо того чтобы оставить все продукты перед входом в дверь здесь нет такого что у нас кто-то что-то украдет ну до сих пор по крайней мере такого случая не было бульон у меня уже готов рыбные вопросы процеживаю вообще как готовится бульон есть у меня на канале ссылку я оставлю я особо не буду так вдаваться в рецептуру потому что это может занять слишком много времени все бульон я влил и теперь он спокойно процедиться мне возле него стоять не нужно наблюдать как он это все делает так ну а я займусь подготовкой салатного соуса ссылку я вам также оставлю как он готовится есть у меня на канале значит для простоты работы мне нужно сегодня приготовить 20 литров 13 литров масла я сразу залил сюда ну и далее 600 грамм горчицы самый простой обыкновенный уксус заливаю сразу сюда же сахар и соль ну и теперь очень просто открываю кран и чтобы маслом не текло тоненькой струечкой струя пошла включая погружной блендер в этом случае темперировать продукты не обязательно это все полный ерунда также как я готовлю майонез вот именно стрип и помощи погружного блендера хоть соус салатные все у меня прекрасно получается одно могу сказать что я соглашусь с тем что масло чем она холоднее тем она лучше будет соединяться жидкостью это да главное чтобы висе над струечка была тоненькая чтобы масло успевала эмульгироваться для начала жидкость не добавляют то есть кислоты хватает на жидкость данном случае воду я буду добавлять тогда когда масло у меня уже станет густой здесь по идее я делаю следующим чтобы мне не хвататься не держаться здесь применяю следующий трюк просто закрываю и на всякий случай привязываю погружной блендер на всякий случай потому что какой-никакой вибрации все равно отдается на ваше запястье со временем это может сказаться поэтому берегите свое здоровье с молоду вот масло у меня уже начинает густеть я могу спокойно вводить жидкость если у вас бульон добавьте бульон не вижу препятствий и также тоненькой струечкой все бульон рыбный просветился я его оставляю пока остывать хотя еще мне его оставлять приготовлю из него сразу соус соуса у меня разлетаются как на сумасшедший поэтому будет у меня готовы проще будет разогрел и все ну вот мы и подошли к заключительной фазе масло с кесселя больше не вытекает и переливая готовый соус по гастро емкости по 10 литров каждая крышку с названием и числом когда было сделано что в другие работники знали об этом чтобы не таскать все на своем горбу на тележечку аккуратненько и в холодильничек французские камера теперь я подготовлю роспив это не меня это для коллеги в него выездная партий очень редкая за эти полтора года мясом роспив аргентинская спинка предварительно хорошо посолил и она мне минут 20 поцела под соли теперь все это обжарив на температуре 200 градусов дайте из вас кто-то не знает почему аргентинская бразильская говядина мягкая я вам скажу почему потому что во время забоя животные так но я буду объяснять по-русски постараюсь правильно животные просто коченеет и во время пути с америки в европу кораблем проходит примерно две недели и за это время мясо зреет то есть она расслабляется вот поэтому она такой мягкая можно конечно и в европе его подвесить проблем нет но это просто время а так корабль идет мясо отдыхает а если подвешивать то нужны конечно холодильные емкости мясо я до конца готовить не буду моя задача только его обжарить посолить я уже поставил поперчить смазать немного чесноком и добавить росмаринный тимьян а уже коллега мой будет на месте доводить до внутренней температуры на 54 градусов чтобы мясо было медиум и непосредственно перед гостем будет его уже нарезать а внешняя температура может ее можно довести по разному и можно и при 80 градусов довести и при 120 все зависит от времени но выше 120 я бы лично я бы не поднимался потому что все таки мясо должно набирать температуру равномерно поддашь ему сверху 200 градусов она сразу же сверху скоксуется все и будет просто жестче мясо готово я его распределил его на толстые и более тонкие кусочки это нужно для того чтобы для моего напарника было понятно какие быстрее приготовиться то есть чтобы он мясо не пересушил он будет знать окей тонкая 54 градуса достиг нужно доставать а еще трюк если действительно такие нестандартные куски то есть один слишком толстый один слишком тонкий я делал очень просто если мне позволяет время стекаю щуп самый тонкий кусок довожу его до температуры 54 градусов внешне у меня будет так 80 я уговорил так и 120 затем просто я конвектомат полностью переключаю сначала охлажу его и полностью переключаю на 54 градусов и включая его и мясо мне медленно неважно какой толстый или тонкий кусок она будет только 54 градусов как только толстый у меня достиг 54 то она готова она будет равномерно одинаково везде то здесь что здесь я надеюсь вы поняли что я имел ввиду так натираю чесноком и вот теперь я добавляю травы они еще по любому в конвектомате раскроются поэтому мне не было смысла их жарить и убивать заранее все мясо готово и отправлю его кортенько в шоковую заморозку буквально минутки на три чтобы вверх просто остыл так как у меня есть немного основа для соуса то я воспользуюсь этой возможностью я не делаю секреты из того что я на большой кухне довольно много готовлю соусом который в порошке или применяю бульон который в порошке для этого есть очень простое объяснение во первых тебе стоимость такого соуса то есть мы все-таки готовим больше на столовском уровне если же идет более там на выезд то готовится соус нормально а так как я делаю там по 20 по 30 литров на туда-то на выезд это может быть и школы это может все что угодно то есть там я не высокая среда стоимость и вторая причина почему мы это делаем помимо объемов это то что эти порошки которые используются именно у меня на кухне они противоаллергенные и у меня не болит голова что кто-то там поездки отравится ему заплакеет вот по этим вот причинам я знаю кому-то это не нравится но это лично и тело они должны попасть в мою шкуру и тогда они поймут что к чему потому что приготовить такого соуса допустим 100 литров но я не знаю так грубо так скажу это нужно тону костей а чтобы перелопатить тону костей желаю приятно поработать объекты я уже обжарил и добавлю крупно порезанные корень сельдерея лук и морковь овощи у меня все помыты без песка лук-порей я никогда не добавляю потому что он горит и он потом горчит да как готовится деми глаз вы можете посмотреть у меня на канале ссылку я оставлю я сейчас не буду здесь особенно зацикливаться потому что я вижу что моей камере этого не нравится она может очень быстро накрыться извиняюсь за выражение женским половым органом поэтому как я уже сказал если хотите посмотреть как готовится дали глаз ссылку оставлю поглядите в домашних условиях на работе я его приготовлю за 4 часа с моим оборудованием дома это занимает намного больше времени так вы параллельно я творил уже рыбный соус он у меня готов что я его отставляю параллельно отварил макароны они охлаждаются они уже охладились теперь отбланширую гемюзы точнее овощи цветную капусту и брокколи так ну начиная всегда со светлой капусты или точнее сказать со светлых овощей а потом по мере потемнение миша вас есть митка ротинда визу де ингиб фанна удачи тебе launchiert haben launchieren канцами дастов вина блэшта флаг из блэш да да и заблэш альфах фененандан канеши бланши он помогает немного это все для коллеги ты не для меня но так как я не засране стоя в принципе всегда помогаю и беда нахер г-мешт-одайсе одобрит судья листи пара там я так сварить мне нужно 40 литров соуса бешамель как я вам уже говорил что большие количества я не загущая соус бешамель мукой я делаю это при помощи либо крахмала либо при помощи другого загустителя который специально предназначен для больших кухонь значит я сделал основу в данном случае на овощном бульоне с добавлением можжавеловых ягод гвоздики лука и лаврового листа вся основа у меня кипит и теперь я заливаю молочную основу чтобы она у меня не пригорела поэтому у меня скажем так вода или бульон это предотвратят а делаю я это следующим образом заранее все подготавливаю и просто вот так вот выливаю один раз было довольно смешно что мой шеф подсмотрел у меня этот трюк но он сделал конечно не так как я это сделал ход обрезал с двух с двух сторон это отсюда тоже но естественно не все полилось поэтому этого делать не нужно все нужно делать продумав есть просто кончики я отрезаю и прорезаю маленькое отверстие чтобы воздух сглаживал давление и молоко или сливки пакеты покидала без остатков ну или почти без остатков то есть если там немножко совсем останется то ничего страшного так ну делается это вот так сначала отверстие а потом срезаю и все аккуратненько далее я делаю тоже очень просто чтобы мне не захлебнуться в мусоре вот таким вот методом сразу все сделал очень маленьким делаю это все на решетке потому что если какой-то остаток молока остался чтобы он меня не по всей кухне расплескался а ушел в канализацию так ну а мой соус бешемель потихонечку готовится вот я вот так вот своим маленьким венчиком помешиваю время от времени я его загущаю сверху сейчас я вам покажу как это делаю вот так вот это загуститель который можно загущать в горячем виде его не нужно растворять в воде как крахмал и сразу перемешаем решил я сделать немножко больше соуса сделаю литров 70 принципе 50 я сейчас сразу же и использую остальные оставлю потому что я говорю у меня соус разлетается то туда то сюда и помимо этого то один подойдет попросит для своих целей то другой попросит для своих целей так ну а здесь мне нужно будет приготовить немного картофельного супа ну литров 50 не больше нам просто один лиферант продуктов подогнал картофеля вот такого завакуумирована я не знаю полтонны наверное и мне нужно с ним быстро быстро расквитаться то есть я его пихаю везде только где только могу на все случаи жизни в делаю с него пюре делаю с него салатную заправку делаю суп делаю гратинированный картофель то есть картофель прошел по-французски лучок я от пассеровала отправляю его в кастрюлю наливаю бульона из-под крана насыпаю немного бульоном ну это то что о чем я вам говорил когда котафель пропюрирую добавлю еще морковь и корень сельдерея мы потом еще отдельно уже на месте где будет этот суп выдаваться гостям нарежут какую-нибудь колбасу 20 литров соуса мне нужно приготовить на основе сыра это будет у меня сырный соус ну а снова у меня бешамель сразу его пробиваю готова ну я отправляю на плиту чтобы вскипятить так ну здесь я подготовил картофель по-французски скажем так в кавычках по-французски . вага тайны вага баллович вальмана из и марш и вильниш меня я просто отдельно сварил соус так как этот картофель который я добавил он уже без крахмала он уже готовы был вываренный поэтому мне ничего другого не остается как добавить яйцо что я и сделал чтобы у меня картофель был не совсем жидкий так здесь в качестве исключения я добавлю сыр потому что основа слишком жидкая за счет того что ведь крахмал выварен уже здесь но у меня должно получиться не меньше 50 килограмм по крайней мере мне столько заказали вот 10 гастро емкостей с картофеля по-французски готовы и теперь я их отправляю на 40 минут при температуре 140 градусов сухой воздух сразу говорю что как греет профессионально духовка и как греет домашняя духовка составляет примерно 20 градусов поехали картофельный суп у меня тоже готов я его отключаю и теперь делаю следующее то есть я могу его и дальше перерывать но это займет слишком много времени все равно такие знаете неприятные кусочки останутся я его хочу чтоб суп у меня был гладкий полностью для этого я делаю вот такой трюк потому что если я говорю если я буду дисперировать площадь большая и кусочки останутся поэтому мне нужно площадь минимировать а делаю это следующим образом сито и теперь погружным блендером который немножко меньше чем тот который я пробую и включаю площадь у меня здесь маленькая и он не все перемалывает при помощи крана регулирую количество картофелевого супа который будет выходить чтобы у меня просто через верх не пошло это пока выливаю обратно в кесель ну а суп переливаю в гастроемкость и так я процеживаю весь супчик сами видите насколько это быстро 20 литров картофельный суп готов и теперь мне нужно добавить только овощи овощи у меня только что из пара конвектомата они готовы я не еще горячий я не боюсь что у меня суп прокиснет ну в общей сложности супа получилось чуть больше 50 литров как раз то что у меня заказывали вообще заказывали 40 но мне еще на выезд там немного супа было но остатки господи этот картофельный крем-суп у немцев очень как в почете то есть они его очень уважают ну как у русских или украинцев борщ так все тщательно перемешиваем отправляем так сказать на дно все ребятишки это было на сегодня последняя опция так теперь все нужно составить на телегу скажу вам сразу на кухне именно на большой кухне нужно обладать хорошим физическим здоровьем правильно поднимать тяжести ведь я тягаю за день не знаю поскольку сейчас раз два три три 60 60 килограмм чуть больше 60 здесь немного это по мелочам я считаю так тягаю будь здоров как таковой на больничном когда я работал на постоянных работах я не был ни разу вот когда так так что ну не привык я болеть не люблю а когда был фрилансером там вообще там болеть вообще нельзя потому что если ты не болеешь у тебя каждый день идет минус 200 евро то что то есть те деньги которые ты не зарабатываешь а налоги у тебя остаются квартира остается медицинская страховка остается лизинг машины остается бензин остается все остается а работаешь ты в семье один да ну что еще на сегодня я заканчиваю все достаточно я сегодня на впахивался устал как собака время уже четвертый час так что давайте до следующего раза пока всем привет но у меня начался сумасшедший день очень много работы что смогу то покажу что не смогу то не покажу ну коротенько пробегусь значит здесь не нужно отварить 60 литров картофельного супа сварить вот эти макарошки колбасы я уже обжарил так это овощи на соус здесь я буду обжаривать мясо а именно говядину и и я жили в данном момент не срезаю она мне просто посолена не более того коротенько обжаривают на сильном огне и потом вынимаем начинаю готовить соус потом обратно говядину погружаю сюда же и все это варю примерно зависимость от того три три с половиной четыре часа затем все охлаждается и на слайсере нарезается вот этот жир потом он весь прекрасно отходит ну а здесь мне нужно будет сварить баланезе вегетарианский вариант немного всего 40 литров немного воды мне чтобы руки полоскать потому что у меня сейчас все занято но скажу вам сразу что так как я работаю работает мало кто потому что я стараюсь готовить все одновременно нужно высокая концентрация чтобы ничего не забыть все проследить чтобы еще не подгорело ничто не убежала с опытом конечно все это приходит мясо и обжарил овощи я обжарил добавил томатную пасту и теперь все мясо укладываю сюда и заливаю его водичкой и вот с этого момента как только вода закипит примерно три часа мясо будет готово мясо заливаю полностью потому что вода будет постоянно выпариваться вот сейчас в этот момент я могу добавить немного лаврового листа но буквально чуть-чуть потому что соус будет упариваться увариваться и чтобы потом лавровый лист не доминировал пару гвоздичек и немного можжевелов ягод все этого будет достаточно закрываю и занимаюсь другими делами вот потихонечку на брокколи крем-суп все варится пока только лук немного овощного бульона немного лаврового листа которые сейчас выну потом добавлю сливки с кипячу и потом добавлю брокколи брокколи варится довольно быстро потом сразу я все проперирую загущу посолю поперчу добавлю мускатного ореха и буду затем все обратно пробивать через сито здесь у меня подготовленный бульон для кускуса он мне уже полностью готов что туда идет я вам сейчас рассказывать не буду если вы хотите вы можете посмотреть на моем канале как я готовлю кускус ссылку я оставлю мясо еще не закипело но уже вот-вот и вегетарианская баллонеза тоже готовится для кускуса как вы видите у меня все сковороды занят я делаю следующие вот эти овощи они у меня я их взбрызнул оливковым маслом причем не каким-нибудь а хорошим и только посолил разогрею сейчас духовку на 200 градусов и задвинул овощи сюда чтобы они у меня быстренько взяли цвет ну а тем временем я отмерю кускус мне нужно в общей сложности делать 14 гастроемкости сейчас отмерю чтобы все было у меня чики-пуки все движемся дальше и мне нужно кускус немного присолить не сильно потому что я бульон уже посолил обязательно добавить масло неважно какого вы добавляете но у меня есть оливковые я добавлю оливкового и добавляю сразу сюда жидкость мне нужно в общей сложности но это половина нормы 14 литров хоть и тара у меня большая на 80 литров но кускус такое дело что его нельзя много добавлять иначе потом он весь скоксуется спрессуется и будет как кирпич сразу добавлю лимонного сока и теперь мне нужно его периодически мешать не периодически а мешать кускус у меня сейчас полностью напитается влагой и он уже будет готов но вот первые эти минуты они очень важны иначе как я уже сказал он просто спрессуется и будет комком а так он будет рассыпчатый я вам все покажу вы все увидите пропорции я беру следующие если я беру один килограмм кускуса то жидкость я добавляю в него 800 миллилитров если это делаю с овощами потому что овощи у них тоже есть своя влага чтобы вас кускус не получился такой знаете как как кашей он должен рассыпаться а если его делать без овощей то тогда можно взять пропорции один к одному ну вот как то так ну буду время от времени отдыхать минутки по 2 вот посмотрите какой у меня уже он рассыпчатый вот такой он должен быть сейчас я его попробую на вкус ну и добавлю все то что не хватает еще немного сока соли достаточно а вот кумина маловато еще добавить немного остроты и когда остынет кускус когда добавлю мяты должен производиться эффект как будто тебе и в одно и то же время и остро и тут же мята охлаждает так еще немного оливкового масла вот видите это половина нормы если я бы сделал больше я бы его просто не провернул бы а мне еще сюда добавлять овощи хотя овощи не то вообще я буду добавлять уже непосредственно в гастроемкости просто чтоб они у меня максимально целостно сохранились начальными превратятся в кашу когда я буду перемешивать ну вот так готовится кускус так суп у меня готов и теперь мне его нужно про пюрировать вот таким вот образом я про пюрирую максимально гладко и максимально быстро в общей сложности я сварил 65 литров супа и готовый суп переливаю в гастроемкости десятки и в шоковую заморозку чтобы остыл суп ну и так пюрирую весь последующий суп так а здесь я варю стручковую зеленую фасоль она у меня мороженое поэтому варите и будут 4 захода 10 килограмм в общей сложности и чтобы не охладить мне воздух полностью буду варить порциями по 20 килограмма а сюда сразу набираю холодную воду здесь я буду охладать сразу доставать и сюда же перебрасывать так ну а здесь у меня теперь две кастрюли точнее одна другая является крышка чтобы быстрее вода закипела и здесь я сварю макарошки для салата все варятся пол четвертого мясо варилась довольно долго но один кусочек еще не готов вот это готовое мясо которое горячее сейчас я смочу холодной водой полотенце и так она у меня будет остывать моя шоковая заморозка на данный момент забита до отказа просто сегодня слишком много работы помимо этого то что я сейчас приготовил уберусь в кухне и поеду еще в дюссельдорф это примерно чуть больше 80 километров там мне нужно будет отдать напарнику еду и только после этого поеду я домой в кельн все мясо готово сейчас осталось только сделать соус но тут то я уже быстро минут за 30 разгребу ну вот друзья наконец-то я добрался в дюссельдорф этот так называемый ренбан там где скачки происходят по-русски ипподром такой небольшой дюссельдорфе ну приехал я продукты привез немецкая немощь уже поехала домой уже устал уже сделал все у него закончился рабочий день а я как идиот блин тащусь к нему сюда везу чтобы у него все было в порядке переживаю за него а у него еще осталось это помощница вот это кстати придет ладушки все на этом я с вами прощаюсь давайте пока